Доброе утро, уважаемые телезрители! Рубрика «Звездный гость» и я Дмитрий Пьевер. Приветствуем вас в это теплое утро с началом всех трудовой недели, сентябрь. И повторяю я это в очередной раз, фестивальный месяц. Лето продолжается, соответственно, фестивальная жизнь не прекращается. На этой неделе шоу-театр «Шарм» отмечает 25-летие творческой деятельности. И никто, как директор этого замечательного коллектива Максим Скалозубов, не знает о всех перипетиях и нюансах роста творческого коллектива. Доброе утро, Максим! Доброе утро! Вы образовали в 1994 году. Я сразу отхожу тоже в свою, скажем, юность и вспоминаю замечательную фразу в кавычках «Лихие 90-е». Легко ли было вот в эти «Лихие 90-е» вообще создать такой коллектив, уже ставший настоящим долгожителем? На самом деле, 25 лет – это много, но, с другой стороны, это песчинка в эпохе или во времени. «Лихие 90-е» для нас не были лихими. Они были лихими, потому что мы решили создать что-то новое. И, кстати, я хочу сказать, что именно телекомпания «Эфир», которая была самой рейтинговой компанией в то время, нас поддержала. И благодаря «Эфиру» еженедельно практически нас видели зрители Казани и Республики Татарстан, потому что было много проектов, было много программ, и именно вы нас поддерживали с первых дней существования. Ну и сейчас тоже, отчасти. Я просто хочу сказать про «Лихие 90-е» и насколько это было сложно. Да, конечно, было сложно, наверное, самоутверждаться было сложно в финансовом плане, но тогда мы об этом не задумывались. Какую цель преследовал тогда Шарм? На самом деле задача была для нас простой и понятной. Мы хотели создать в Казани нечто, чего еще не было. То есть народное искусство, оно всегда было и остается в нашей республике востребованным, всегда была классика. А вот ниша эстрадного и ниша шоу, как бы театра, она была свободна. В то время было буквально несколько коллективов эстрадного направления. Это театр «Танцы мгновения», это был балет Елены Пахомовой, да, собственно, и все. Остальные вот в эту область не сильно шли. И, насмотревшись американских фильмов, мюзиклов и различного рода передач с Бобом Фоссом, наверное, вот и возникла идея создания именно варианта шоу-театра в нашем городе. Какой самый был фильм, который торкнул сразу? Весь этот джаз. Фосса. Да, и, собственно, наши первые танцевальные и такие певческие начинания, они стартовали именно с этого фильма, и мы что-то заимствовали, снимали какие-то движения. «Танцы мгновения», «Танцы мгновения», Если бы твои знаменитые родители Роза Новицкая и Геннадий Сколозовов не были такими знаменитыми родителями и персонами в мире танца, родился бы коллектив или нет? Мои родители были категорически против того, чтобы я, в принципе, занимался балетом, и поэтому моя жизнь складывалась вне танца. Понятно, что я сам танцевал в коллективе родителей, но это было непрофессионально. И вот возврат к этой творческой составляющей, ну, наверное, это именно благодаря родителям все-таки, потому что я вырос в театре, и нянчили меня в театре, и для меня театр был, наверное, вторым домом, а иногда и большую часть своей жизни детской я проводил в театре. Как они вообще относятся к этой дате 25 лет? Какие коррективы, может быть, вносят, советы? Или все-таки у вас такая самодостаточная организация сейчас, что, наверное, ты сам уже имеешь полное право давать советы, организовывать и не слушать никого? Ну, я стараюсь прислушиваться ко всем советам, независимо от того, это мои родители или коллеги из других коллективов, или просто друзья. Мои родители в данный момент работают в нашем коллективе оба, хотя начинали мы когда-то с мамой. Это дело потом к нам присоединился мой папа Геннадий Петрович, который изначально был категорически против и считал, что мы занимаемся чем-то несерьезным, потому что народная хореография – это серьезно, это делал классический танец, это серьезно. А эстрада, он, по сути, появился у нас в коллективе на первом концерте спустя 5 или 6 лет, после того, как мы уже работали. Пришел и сказал, ну, неплохо, неплохо, в принципе, имеет право на существование. Я постоянно вас вижу на оккультмассовых, огромных, многотысячных мероприятиях, будь то городские, будь то мероприятия, посвященные Дню Победы, и всегда я вижу знакомые лица, которых вижу и на фестивалях, находясь в жюри и так далее. Есть такое понятие лишения, скажем так, говорят, стойко переносит лишение невзгоды. Вот как твои подопечные переносят лишение невзгоды, экстрим, который предполагает длительные поездки и гастроли, перемещения во время и пространстве. В фестивале, конкурсе – это неотъемлемая часть жизни, творческой жизни коллектива, ребенка. И если говорить о стрессоустойчивости, сейчас так модно говорить, что вот дети, вот стрессы, а как без этого? Каждый выход на сцену – это стресс. Собственно, ради этого мы и выходим на сцену для того, чтобы испытать определенный драйв, чтобы на тебя смотрели, тебе аплодировали, и именно поэтому мы выходим к зрителям. А без стрессоустойчивости не может существовать ни один артист, ни один человек в творческой профессии. Спасибо большое за ранний визит. Я вас поздравляю с 25-летием. И надеюсь, что посмотрим ваши отчетные, как говорят, гала, и будем следить дальше за вашим творчеством. Спасибо вам. Спасибо. Уважаемые телезрители, директор шоу «Театра Шарм» Максим Столозубов побывал у нас в студии. На этой неделе коллектив отмечает 25-летие творческой деятельности. Наша программа продолжается. Спасибо.